Шемкент продолжает находиться в зелёной зоне. Тем не менее, несмотря на то, что заболевших стало меньше, по данным главы Горздрава, среди ковид-положительных стало больше симптомных пациентов. Из 25 заболевших накануне – все симптомные. «На сегодняшний день 290 пациентов находятся в стационаре. 47 больных находятся в реанимации». Чаще всего болеют непривитые шемкентцы. Привитые болеют намного реже. «Буквально сегодня утром мы госпитализировали мужчину и женщину 51-го года рождения и 54-го года рождения. У обоих поражение лёгких составляет более 30%. Сразу их положили в реанимацию. Дома все были привиты, кроме их. Поэтому очень важно отметить, что вакцинация на сегодняшний день является единственным вариантом по борьбе с ковидом». Все стационары в Шемкенте работают в усиленном режиме. Глава Горздрава говорит, город готов к ухудшению эпидситуации. В соседней России заболеваемость достигла своего пика. Подобное ожидают и у нас. Именно поэтому Бакаджан Пазилов призывает горожан вакцинироваться. «На сегодняшний день в городе Шемкенте имеется достаточное количество вакцины Казвак плюс спутник на сегодня. Пока других нет, но острого дефицита нет. Люди очень добровольно идут. Мы отмечаем, что большой процент делает именно отечественную вакцину Казвак». В ближайшее время в Шемкенте ожидают вакцину Pfizer. Как только её завезут в Казахстан, прививка появится и в нашем городе. Анастасия Новикова, Дарон Абдиев, Золотой Ребеков. Информационная служба. Телекомпания «Утрар».